Пожалуй, начало этого влога у нас будет с Фифи, которая уснула на Витином стульчике. Выглядит всё это так, как будто она пришла, не знаю, с ночной смены. Очень устала, уработалась просто. Уснула не пойми в какой позе, да, Фифка? Всё хорошо у тебя? Какой же у меня вообще всё прекрасно просто, всё прекрасно. Вот так лежит, в ус не дует, вообще всё у неё замечательно в жизни. Да, ребята, всем приветики. Вот она я, как видите, покрасилась. Также начала делать макияж, но ещё не доделала, потому что глаза оставлю на потом, так как сегодня вечером хочу снимать видео на свой основной канал. Почему я привыкла называть его основным? Я в толк не возьму, потому что, по-моему, давным-давно основной канал у меня это всё-таки влоговый, так как здесь видео выходят чаще. Здесь они стабильнее, действительно, здесь активности больше гораздо, чем там. Хотя раньше было наоборот. Но, тем не менее, я всё равно продолжаю называть его основным. У меня сегодня такой рабочий, в принципе, день. Но я хочу взять небольшой себе такой брейк, чтобы съездить, не знаю, в секонд-хенд, может быть. До этого я смонтировала два ролика, уже один доделывала. Бусти-главу смонтировала. Сейчас она у меня загружается. Да, ребята, если вы не знали, у меня есть Бусти, где у меня выходят эксклюзивные влоги, которые не выходят на других площадках никаких. Они доступны только для подписчиков на Бусти. Ссылку на мой Бусти вы можете найти в описании каждого влога. Мяу-мяу, мама-кошка, говорит котёнку брошки, полезай-ка и спай в корзинку. Я тебе поглажу спинку. Не хочешь переворачиваться сегодня, да? Так, хорошо лежит, скажи. Бабушка твоя звонит. Алло, да, здравствуйте. Тюшка, бабушка зайдёт тебя навестить. Бабушка Таня. Я пока тут сижу с ним, пью чайок. Заварила, так вот поставила рядом. Параллельно на телефоне смотрю влоги. Будем ждать бабушку Таню и играть пока что, да? Всё, видит камеру, выворачивается к ней. Но камеру не любит, конечно. Но я про это говорила уже, не любит. Не улыбается на камеру, не смеётся. Всё время такой грозный на камеру, прям. Серьёзный, грозный, а то и суровый какой-то. Поэтому некоторые думают, что у нас Витя всегда с таким выражением. А это не так. Нам-то ты улыбаешься. Делала вот такой макияж. Сейчас буду снимать видео на основной канал. По-моему, гармонирует с волосами, да? Вот этот вот филитовый оттенок. Короче, хочу рассказать вам о том, как лоханулась сегодня. Я же съездила в секонд-хенд. И на глаз купила, видите, значит, джинсовый комбинезончик. Вот. Он оказался ему мал. Конечно, с натугой можно в нём влезть. Но я не знаю, почему я не распознаю визуально, вот, что вещь мала. Малая или велика? Я могу это распознать только, наверное, по бодикам. По всему остальному мне очень тяжело ориентироваться. Даже если я смотрю на размер там. А тут вообще непонятно, какой размер. Это ещё я потом-потом порылась такая. Вот тут побольше такая туда-сюда посмотрела. А тут, оказывается, три месяца написано. А Витя на три месяца, это как стандартные пять месяцев, наверное. Типа, в среднем по таблицам по этим смотреть. Потому что, да, Витя у нас всё-таки такой малышочек длиннее стандартного. Поэтому, да, ему это всё мало. Так что, кому-нибудь, блин, продам. Вита, наверное, этот джинсовый комбинезон. Он такой милый. Я вам хотя бы его покажу. Вот такой взял комбинезон. Казалось бы, мне вот почему-то показалось, что Витя влезет. Но не тут-то было, не там-то было, нифига. Ну как, он влез, но прям вот здесь уже с натяжкой. Вот эти вот я застёгивала ему. А пуговицы уже всё, с натягом. А так по ширине вот это вот всё хорошо. Штанишки, всё хорошо, идеально. Но вверх, да свидос. Такой милый, блин, мне так он понравился. Здесь написано, уф, такой вышит пёсик. Это бренд Некст. Очень классно, стилёвый. Ну, представляете, вот, да, карманы для трёх-четырёхмесячного ребёнка. Очень нужная вещь. Карманы для трёхмесячного ребёнка. Очень нужная вещь, наверное, много туда положат. Ну, понятно, я придираюсь, потому что ясно, что это просто для стиля, чем, да, чтобы туда будет малыш класть. Потому что он ещё вообще, руки-то не до конца ещё его слушают в 3-м месяца. Но зато прикупила себе классные вещички. И даже думаю снять шорт с примеркой, показать, что такого нашла. Ну, а сейчас жду Валеру. Мы будем купать видео. Буду его кормить, укладывать на ночь. И когда уложим, буду снимать видео. Много раз говорила, что у меня, конечно, нерабочее вообще состояние такое. Так поздно вечером я не люблю снимать видео. Это действительно так. Но раньше я физически сегодня снять не могла. А завтра будет достаточно такой нагруженный день. По крайней мере, первая его половина. Вот ничего мне не остаётся, как всё-таки снять этот ролик сегодня. Это у меня рекламное видео с Озон. В общем, да, буду обозревать покупки, которые я свершила там. Займёмся этим вот уже в 10-м часу вечера съёмочками. Ну, вроде бы, по мне не скажешь. 10-й час годится. Да, первая половина дня завтра занята. Ещё в частности занята тем, что я повезу Гретту на стрижку. О, так, Валера пришёл. Да, повезу завтра Гретту на стрижечку. Завтра ещё будем тортик Витин забирать. Кто там? Ну-ка, защищай. Валера пришёл. Валера, Валера пришёл. Голос. Злей. 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 Молодец. Так что, да, ребят, пока на улице, конечно, такая грязища. Вечером с Витей приходится гулять на общем балконе в доме, потому что, ну, знаете, иной раз выходить из дома в темноту страшно, потому что всё тает, чтобы никуда случайно не упасть, не вляпаться. Либо приходит Валерина мама с Витей погулять. Вот так вот вечеркованный балкончик. Бывает Валера. Я за это время стараюсь что-нибудь поделать там, убраться, пропылесосить. Короче, немножечко привести квартиру в порядок. Кстати, ребят, я заметила с собой, что вот эта переменчивая весенняя погода порой очень напрягает. Когда кажется, что вот оно, наконец-то пришло тепло, и ты выходишь из дома налегке. Ближе к вечеру зачастую уже просто ледяной ветер, противная изморозь, и только думаешь быстрее бы добежать до дома, залезть в горячую ванну или просто укутаться в уютный пледик. Ну и, конечно, с такой непредсказуемостью погоды очень легко простыть. Поэтому у нас с мужем в домашней аптечке на самом видном месте стоит коробочка антигриппина, так как он помогает снять основные симптомы простуды, как только почувствуешь неладное. Это средство помогает бороться с 8 симптомами простуды и гриппа. Повышенной температурой, головной болью, насморком, слезотечением, чиханием, першением и болью в горле, а также в мышцах и суставах. Так что это просто палочка-выручалочка с нашей-то русской серой весной. У антигриппин две формы выпуска, вы можете выбрать то, что вам удобнее. Есть шипучие таблетки для детишек от 3 лет, а для взрослых людей шипучие таблетки и порошок саше. Также во взрослой версии есть и выбор вкуса. Мое использование максимально удобное, просто растворить в теплой воде и выпить. Так что имейте в виду вот такого помощника под рукой. Ну а всю информацию и ссылку я оставляю в описании этого влога. Ребята, привет, это следующий день. Я шепчу, потому что увидит сейчас дневной сон. Первый район немножечко там что-то проснулся, Валерия его сейчас чуть-чуть укачивает. Я сейчас отвожу Грету на стрижку, она нас ждет в мастер. 12 часов, сейчас вот еще 11.30, как раз пока доехать, потому что это в другом районе, далеко. Короче, не люблю вообще этот район, ну прям, можно сказать, даже терпеть не могу этот район. Но ради нашего грумера приходится туда ездить. Еще сегодня заберем тортик, видите, на 5 месяцев. Тортик, который снова, конечно, он не попробует, но попробуем мы, особенно будет чаепитие с тортиком. Валерия говорит, да, такая вот традиция, каждый месяц с тортиком, традиция сфоткать Витька с этим тортиком, да. Снять какой-нибудь рил коротенький. И у нас чаепитие тоже с тортиком каждый месяц выходит. Короче, мне нравится эта традиция. Тортик уже готов, мне написали из кондитерской и сказали, заезжайте, вам удобно, все готово. Так что после Греты, либо за ним заеду, либо за ним заедет Валера, когда я с Греты вернусь. Короче, решим, все вам покажем. А сейчас я все погнала, погнала приводить пса в порядок. Сейчас быстренько еще хотела вам кое-что показать. Короче, помните, я из Таиланда привозила вот несколько растений, да. Понятно, что дожили не все. У меня некоторые скулинты загнулись, не смогли существовать. Некоторые нормально себя чувствуют. Я привозила фикус лирата, ой, бомбина. Фикус лирата бомбина или фикус бомбина, по-моему, лирата бомбина. Это типа фикус лирата, но более маленький, да. Я привезла себе и маме. И вот, значит, он у меня пускал листочки, все с ним было хорошо. Но вот началась осень, под конец осени он как-то так много похерел. Листья у него покричневели, но корневая система у него была окей. И я думаю, блин, чтобы не потерять пацана, я чикну ему макушечку, пробую ее укренить в воде. Посмотрела видео на ютубе, так делают. И думаю, оставлю корни, только пересажу в обновленную землю. Чем-нибудь удобрю. Посмотрим, что выйдет с макушкой. Посмотрим, что выйдет с корнями, с этой палкой, которая с земли стала торчать, да. Потому что он листья посбрасывал, какие-то потемнели. Ну так вот, делюсь с вами своим прогрессом. Это вот отчикнутая макушка. Смотрите, он дал корни. Вот такие мощные-мощные, гляньте. Он, конечно, не совсем скоро их дал. Наверное, ну сколько он у меня? Недели три, наверное, так вот стоит в воде. Водичку периодически меняю. Растил он корни, можно уже пересаживать. И вот здесь новый листочек планирую. Здесь вот шишечка такая. И сейчас покажу, что с макушкой. Ну, фу, не макушкой, с основной вот этой частью, да, от которой подваливались листья. Там тоже интересно. Вот этот столбик, от которого все было отрезано. То есть вот здесь я отрезала, как вы видите, да. Я, короче, что сделала? Пересадила в новую землю. Пролила как след корни, удобрила. Какие-то там насыпала штучки, в общем. Не знаю, что было, то и удобрила, в общем. И вот эту палочку я ставила еще под... Типа мини-тепличку делала. Ставила под стеклянную баночку. Смотрите, что происходит сейчас. Листочки. Раз, два, три, четыре, пять. Пятные маленькие. Шесси, короче, около шести или семи листочков. Вот так вот оживает из пепла. Как птица-феникс поднимает, расправляет свои крылья. Короче, посмотрим, как сейчас почувствуют весну, лето. Я надеюсь, что войдет во вкус и будет расти. Ну все, отдала греточку. Где-то два часа. Ну, полтора-два часа ее мастер будет стричь, мыть, стричь, плещать ушки, стричь коготки. Я пока поеду поработаю в кофейню. На этом районе небольшой выбор, конечно, куда можно сходить. Точнее, в области, что вообще нет, потому что это такой спальный район, да, далеко от центра города. Но, тем не менее, все-таки есть местечко. Поэтому поеду туда сейчас. Звела ноутбук. Буду монтировать видео. Покажу Грету, чтобы не в холостую время мотать, да, потому что смысла ехать домой у меня нет абсолютно из этого района. И никакого. И, да, я засяду просто за монтажом нового ролика. Возьму секс-филк и буду работать. Так вот так совмещаем. Приятное с полезным. Так, Грету добрала. Теперь едем за тортиком. Гретая. Вот она. Поясненька моя. Гелла, конечно, в такси сейчас ехать. Дышит тяжело. Так, Грет? Что ты предвкушаешь? Едешь? Так. Охраняет тортик, Витя. Да? Гретка. Охраняешь тортик? Давай, давай, береги. Все, устала смотреть, легла. Пока ждем такси. О, как хорошо. Ну что, вот он наш пес. Гретка, покажись. Ну, красотка. Красотка. Ну-ка. Греточка, тебе это нравится? Вот какая чистенькая, ароматная красотища. Привет, ребятки. Продолжаю влог. Сейчас хочу сделать свой ежедневный такой довольно быстрый макияж. Немножечко, может, с вами о чем-нибудь поболтаю. Короче, пока Виктор спит. Скоро его будем поднимать. Ну как, он сам проснется, чего его поднимать? Так, просираю сначала лицо тоником. Тоник у меня вот такой, Chasing Rabbits. У меня закончился мой розовый тоник от Garnier, который я очень любила. Я заказала другой, типа зелененький. Но он не так зашел. Вот этот тоник, ну, в принципе, неплохой, но ничего особенного. Ну, кожа очищает, да хорошо. Мы сегодня идем к педиатру. Свети, да. Втрою, все вместе, такой тусовочкой. Вот, пока есть время. Немножечко привести себя в порядок. И потом уже будем собираться. В качестве базы я просто нанесу крем от Купероза от Аравия. Чуть в Алирдорглом несут вкусвилл. Ждем вкусвилл уже, наверное, третий час, да? Не меньше. Так, он, короче, одновременно увлажняет. И убирает вот эти вот всякие покраснения. Ну, как, не прям. Всю секунду убирает. Но если пользоваться им постоянно, то действительно поменьше заметно. Всякие там раздражения, покраснения. Вот это вот как раз-таки сеточку эту всю сосудистую, которая расположена близко к поверхности кожи. Итак, консилер у меня от Luxe Visage. Белорусский бренд, который мне очень нравится. Вообще, знаете, я очень часто что-нибудь советую от Luxe Visage. Вот так я наношу консилер. Это мой такой способ. Ну, потому что здесь пимочка способствует вот такому нанесению. Очень удобно. Я настолько часто говорю, что у меня что-то вот нравится от Luxe Visage. Ну, самое любимое, это, конечно, тональный кремль. Что это может выглядеть так, как будто бы я с ними сотрудничаю на коммерческой основе. И, типа, ну, грубо говоря, амбассадор. Но нет. Я с ними ни разу не сотрудничала на коммерческих условиях. У нас исключительно вот бартер. Если они мне что-то дарили, они мне просто присылали косметику. Ничего с меня не требует взамен. И мне действительно очень нравится, конечно, качество их косметики. Не все. Вот мне не зашла тушь у них. Такая вот голубая какая-то она. Я не помню. Типа она должна сниматься этими чулочками или как так это называется. Вот она мне не зашла, эта тушь. Прям никак. Я пыталась, пыталась. Мне не понравилось. А вот средства всякие для лица у них, конечно, прям супер. Блин, достаю пудру, у меня тоже любит пизаж. Ну, что я могу сделать, если они мне присылают, да? Не отказываться же. Не отказываться. Спасибо большое, как говорится. Но вот этот тональный крем я покупала уже сама и не один раз. Кстати, напоминаю, что он у меня в оттенке 10. Но я брала и потемнее, в принципе, оттенок следующий. Он тоже не был каким-то там темным. Он тоже такой, как сказать, светленький и довольно естественно ложился. Тональник я наношу последние, наверное, годы, если не больше. Вот сначала такими ляпушками, кружочками по всему лицу. А потом уже разношу либо рукой. Но это редко бывает рукой. Это если я спонж забуду. Если в каких-то там условиях, не домашних, но забыла спонж. Тогда рукой, да, разношу. А так всегда спонжиком. Мой бывалый спонж от Realt Techniques. Перекрывает, как видите, просто идеально. У меня сейчас снова суховатая кожа вокруг глаз. Особенно страдает внутренний уголок. И вот около внутреннего уголка, вот здесь вот снизу уже под веком, кожа. Я так понимаю, что, скорее всего, мне не хватает каких-то витаминов, наверное. Надо дать кровь, провериться, посмотреть, какие есть у меня вообще провалы, так скажем, минуса. И все это дело подтянуть. Потому что такая история у меня уже была, наверное, года три назад. Сухостью кожи, с раздраженностью кожи. Особенно здесь около татуировки. Так, кстати, снова обновилась у меня. Снова это все началось. Вот я рассказывала. И мне делали уколы. Витаминные уколы я делала, да. Вот сейчас у меня это все возвращается. Не в такой, конечно, прогрессии, как тогда. Но она шелушится и очень стягивается. И из-за этого кожа век выглядит старее, чем она есть, когда вот эта проблема появляется. А веки сразу такие, знаете, ну типа плюс 10, там плюс 15 лет. Потому что сухость, да, она, естественно, подчеркивает морщинки. И она создает морщинки вот этим шелушением. И выглядит все очень-неочень. Поэтому я сейчас, пока даже не снимаю какие-то близкие макияжи, вот в Инстаграм. Потому что тени наносить сейчас очень сложно пока. Такое все сухое. Закреплю немного тон. Вообще рассыпчатую, конечно, я люблю больше. Вот это тоже неплохая. Из рассыпчатых у меня здесь... Здесь у меня вот такая от Pons, купленная еще в Таиланде. Очень люблю вообще этот вот бренд пудр. У них как? У них не только пудр. У них есть много всего и по уходу там за кожей лица. Пудры у них рассыпчатые. Это просто находка. Если вы где-то вот на маркетплейсах увидите вот эти тайские пудры Pons, берите, не сомневайтесь. Единственное, там посмотрите описание, что подходило вам наверняка. Потому что там есть более прозрачные, есть, которые все-таки чуть-чуть придают тон. Есть эффект там сияния, там матирующие и прочее-прочее. Всякие разные там светоотражающие. Их каких только нет. У меня, наверное, вида три. Самая моя любимая. Это арбузная. Она такая прям идет полупрозрачная. Румяна. Сегодня давайте возьму вот такие от Rare Beauty. Это бренд Селены Гомес. Я к Селене Гомес, кстати, равнодушна. Никогда от нее не фанатела. Но мне, конечно, нравится вот эстетика ее бренда. Очень красиво. Хочется прям потрогать. Вот полобызать. Хочется объяснить. Ну, полобызать охоту ее косметику. Ну, посмотрите. Ну, это просто вот такой мыльца кусочек. Такой вот розовенький, приятный. Очень красиво. Это, кстати, такие кремопудровые румяна. Такие, как сказать, пигментированные. Поэтому прям легкими-легкими движениями. Не прижимаюсь кисточкой прям плотно к лицу. А вот так прям чуть-чуть-чуть-чуть. Легкий весенний румянец. Ну, посмотрите, ребят, не переборщила. Мне кажется, достаточно, да? Вроде можно еще добавить. А вроде бы уже не надо. Наверное, хватит. Да что ж ты будешь делать? Это тоже люкс-висаж. У меня, кстати, есть еще для смоки айти такой карандашик Литуаль. Силхуэт Мат. Он очень мягкий, классный для растушевок, для вот этих всех. С моки айти прям офигенный. Так, веки чуть-чуть надо припудрить. Просто будут голые веки подводкой. Подводка, кстати, матовая. Она хорошо держится. Я же много раз ей красилась. Стрелочки действительно с нее ходят здоровские. Не дышим. Не дышим. Так, хайлайтер. Я сегодня возьму вот такой. А вот, Vivienne Sabo. Смотрите, какой бывалый. Здесь даже дырочка есть. Ну, тут дырочку на самом деле было сделать очень-очень просто. Потому что слой этого хайлайтера настолько тонкий. Я помню, когда я его купила. Вообще, я купила этот хайлайтер. Там была рекомендация одного блогера. Хайлайтер действительно классный. Сияние дает шикарное. Но я пользуюсь вот, видите, только вот этим. Вот этим очередным. Но я когда увидела в магазине такая. Это что за карта? Это что? Кредитная карточка или что? Сюда еще умудрились вложить хайлайтер. Короче, очень много продукта в кавычках. Немножечко все демс. Немножечко все демс. Я не применяю никаких вот скульпторов там. Никаких бронзеров. Немножечко в уголочке. Внутренний глаз. Прям нанесу пальчиком. Лишний тональный крем с губ убираем. В идеале, перед макияжем, на губы бы нанести что-то. Ну, в плане вальзам какой-нибудь смягчающий, увлажняющий. Пока вы там делаете все остальные махинации, наносите тон, тоналку. Это все равно попадает все еще на губы. Если они у вас будут в процессе увлажнены, там потом уже сотрете излишки. И накрасите, да, там помадой или блеском. Так, конечно, лучше всего накрашу губы. У меня последовательность очень своеобразная, да. Сейчас, казалось бы, надо делать брови, потом ресницы, потом вроде губы. Но кто сказал, что надо так, да? Никто не говорил. Это как-то так вроде типа заведено. Я просто очень хочу показать вам вот этот вот бальзам-блеск, который у меня сейчас. Один из фаворитов, пожалуй. Я снимала тут с ним видео недавно, основной канал. Это Биолита. Это, кстати, тоже белорусский бренд. Называется Lab Color My Lip Balm. У меня он идет в оттенке 07, персиковый. Это просто офигенное средство. Знаете, у него аромат, как вот блесков начала 2000-х. Такой немножечко флешбеки какие-то у меня в голове, когда я его нюхаю. А по своей текстуре это среднее действительно, вот как они и сказали, блеск-бальзам. Это действительно и блеск, и бальзам. Потому что... Во-первых, смотрите, сейчас нанесу. У средства есть такой шиммер легкий, который не ощущается никак вообще на губах. Это прям такой густой, как будто бы блеск для губ. В то же самое время я прям чувствую, как он несет еще и увлажняющую составляющую. Губам очень приятно, вот когда это средство нанесено. И потом, когда уже оно съестся или смоется, вы чувствуете, что губы прямо явно были с каким-то уходом. И этот уход ушел небесследно. Губы действительно увлажненные и напитанные. Поэтому вот, ребят, если что, офигенный просто блеск для губ. И бальзам 2 в 1. Не наврали, мне прям очень понравилось. Так, давайте теперь начать ресницы накрашу, а потом уже брови. Потому что у меня очень часто бывает, я накрашу брови, они такие... Ядреные. Лучше буду танцевать как бы от остального макияжа и подберу тональность бровей. А брови украсить нормально, конечно, не фига. Так, сначала подзовем снечки кэрлером. Туши у меня каких только нет. Если вот вы спросите, Наташа, посоветуй свою любимую тушь? Я не смогу это сделать, потому что у меня их много. И среди этих много, много и любимых. Ну ладно, давайте вот какую-то из этих двух возьмем, которые у меня сейчас под рукой. Это телескопик Лореаль. И это Лимони Перфетта. И ту и другую тушь я люблю. Вот такую же я маме еще подарила. А вот это, конечно, если вы будете плакать или там попадет немножечко вода в глаза, то сразу потечет. Но мне очень нравится, как она разделяет реснички. И, в принципе, подчеркивать. Давайте ею накрасимся. В принципе, дождика вроде сегодня нет. Плакать я тоже не собиралась. Хотя, кто его знает, да? Вдруг захочется, вдруг настроение такое будет вечером. Но то будет вечером. Сейчас пока не собираюсь. Поэтому накрасимся ею. И останется нам сделать брови. Еще не решила, каким продуктом буду сегодня делать. Но хочется чего-то такого естественного. Вообще, брови пора покрасить. И в идеале бы сходить к мастеру, который мне придаст форму. С бровями у меня не пойми чего. Это уже давно. Так, ребят, мне, короче, не мьется. Я решила еще в уголки добавить блесток. Это бренд RAD. Или RAD, он читается. Это такие вот блестки в геле. Которые называются Sure, Yes, Sure. On the Blink of Shadow. Немножечко добавляем в уголочки. Вот так. Чтобы сиять, блестеть. Очень классные блестки. Пишите, вы его делаете заказ золотого яблока. Как часто? И что такого классного заказали в последний раз? У меня брови непослушные. Волоски живут своей жизнью. Мне советуют, конечно, сделать Наташ... Говорит, Наташа, сходи, сделала ламинирование. Это прям решит проблему. Я не знаю, может быть, действительно сходить. Хорошая процедура-то вообще, судя по всему, да? И буду прокрашивать гелем-тинтом для бровей. Что же ты будешь делать? Это снова люкс-лизаж. Мне очень неудобно пользоваться вот этой вот щеточкой, которая здесь идет на них наборе, поэтому я просто буду набирать на скошенную, сколько мне нужно, и уже доносить на брови. Пытаюсь делать поестественнее, но не уверена, что это будет. Не знаю, ребят, достаточно ли естественно посмотреть. Ну, понятно, что вот здесь еще надо вот эту бровь прокрасить. Но я пыталась, пыталась. Графичные я не хочу прям делать такие сильно заметные. Ну, хотя они и так уже близки, по-моему, к графичным, да? Какое-то было давно модно. Это бывалый гель от Stellar. Такой мутный просто, мутная капля, блин. Вот, ребята, в общем-то и все. Мой такой ежедневный макияж. А блестки, Наташа, неужели это тоже часть ежедневного макияжа? Да. Блестки у меня очень часто это часть прямо ежедневного макияжа. Вот, на который я использую там уголки глаз, либо бывает наношу поверх хайлайтера. Прямо вот сюда, к скулам, да, поближе. Либо бывает под бровь немножечко. То есть я с этим стараюсь не пересерцовать, не переборщить, но блестки действительно очень часто у меня прибылают в повседневном моем обычном макияже. Ну и все. Мы пойдем уже собираться потихонечку и выдвигаться к педиатру. Мне, в общем-то, остается только уложить волосы и одеться. Все, я готова. Ведь сейчас кушает. И нас отведет к педиатру Валерин папа сегодня. Вот, так что. Будем его ждать. Сейчас быстренько пообедаем еще с Валерой сами. Итак, принесли нам, наконец, заказ из Кусвилл, который принесли, наверное, с 9 утра до половины первого дня. Не было сегодня скорой доставки. Валера назаказывал здесь рукавы. Еще вот зелень. Здесь смесь зелени. Это в салатики добавлять. И по два экземпляра. Почти же с каждого блюда. Это вот наш любимый салат Коп с имбирным соусом. От салата Коп здесь, конечно, практически ничего. Это я вспоминаю, как я недавно готовила Коп. Но чуть-чуть на свой лад я его сделала. Но все равно он был прям близок к традиционному плюс-минус. И мне написали, это вообще не Коп. И я, знаешь, в этот момент подумала, аж как же тогда называется салат, который во вкус Вилл называется Кобом. Что же это тогда за салат, в котором от Коба действительно, по сути и правда, ничего нет. Вот. Ну, короче, люди, да, которые любят придираться, они придерутся, в общем-то, ко всему. Суп с фрикадельками из индейки. Две штучки здесь. Также салат из свеклы с черносливым и угрецкими орехами. Две штучки. Это ягодки на вечер под просмотр сериала. Мы сейчас, кстати, смотрим Голяк. С Валерой его тоже четвертая серия, наверное, сегодня будет. С самого свежего сезона, который, между прочим, все равно вышел, по-моему, в году 22-м еще. Такие сэндвич-роллы, которые Валера мне берет, или я сама себе бывает покупаю, с соусом спайс с креветкой. И вот такой хлебушек Валера любит заказывать для... Ну, делать что-то бутербродики, типа с авокадо какие-нибудь с утра. Две белевские пастилы для добавления сахара. Бананы. И это один из Валериных любимых напитков. Лимон-имбирь. А сзади у нас там кто? А там он у вас, пёс. Наблюдает за съемкой и рассчитывает, что что-то упадет. Ну, я ей дала уже несколько ягодок, на самом деле. Давайте дадим еще. Держи. Пес-пёс. Короче, в детском мире с Валерой купили, видите, вот такой навесной комбинезончик. В размере 74. Он, ему, слегка великоват, но зато свободно ощущается хорошо. Не впритык. Вот. Такого мятного приятного цвета. Вот. Сейчас я все приготовила уже, чтобы езжать. И шапку вела. В таком же оттенке. И здесь нашивочка с динозавриком. Снова пропаганда динозавров. Все как обычно, короче. Соска подготовлена. Соска, кстати, тоже мятная. Такое, типа, все в цвет. И держатель для сосок. Тот самый, который дарили мне девочки из нашей беседы ВК. Вот. Во всю пользуемся. Девчонки, большое вам спасибо. Витя. Витя. Витя, ты готов выезжать, малыш? Да. Ты готов? А? Готов выезжать. Ждем дедушку Леню. Что происходит всегда, когда мы возвращаемся с Витей от педиатра. Вот так вот. Ставим где-нибудь автолюльку. И Фифи залезает. Лежит. Такая красота. Ей хорошо. Комфортно. Да, я хотела сказать, да, Витюшка? Все уже. Да, Фифи? И потому что, видите, так тоже, да. Ну, здесь прям эргономично, или как это там правильно говорить, да? Очень удобная. Такое сиденье. Смотрите, она прям кайфует. Прямо кайфует. Такая вот норочка. Лечь в нее. Ой, как хорошо. А сколько потом шерсти на черном, белой. Ой, Фифи, лепота. Ну, я ее не гоняю, ничего. Пусть отдыхает, лежит. Шерсть потом головную брать. Все, Витю положили подремать, потому что он устал после посещения врача. И, в принципе, мы в клинике были полтора часа. Так что пусть пока спит, а я посижу поработаю. Итак, у нас уже вечер. Валера сейчас с Витей гуляет. А я готовлю ужин. Поставила запекать индейку. Кстати, запекаю ее в фольге. Сейчас скоро, наверное, ароматы у нас пойдут такие по квартире. Потому что, да, минут, наверное, пять она там уже печется. А я тем временем нарежу салатик. У нас еще есть гречневая каша, которую я варила вчера. В принципе, надо ее доесть. И делаю такой простой зеленый салат. Огурцы, помидорки, помидорки черри. Лук вот такой плоский, кстати, очень сладкий, вкусный. Не помню, по-моему, заказывала его, вкусил. Шикарный, блин, начал прорастать уже. Руккола. И перчик. И две редисочки. Это называется почти что... Две редисочки. Это называется, я слепила из того, что было. Две редисочки осталось всего две, да. В общем, такой вот у нас будет ужин. Валера придет, искупаем видео, покормим, ложим спать. И, собственно, будем ужинать. Такая вечерняя Натали. Включила там на фоне себе музычку спокойную. Alex Rain Bird Music. Этот канал такой. Там классные подборки. Такого спокойного, в основном, душевного музончика. Кажется, я с этого канала музыку... Вот эти подборки включаю уже полтора года точно. Если не два. Вот так мне нравится включить. Да, на фон там обычно какая-то картиночка идет, какая-то заставочка такая. Знаете, не прилипнешь к экрану. Просто вот идет заставка. Может быть, чуть-чуть там что-то колышется на ней. А то чаще всего это просто даже фотография. И идут трек за треком. И треки внизу подписаны. Ну, это какие-то исполнители там не суперизвестные. Такие вот делают, короче, подборки. В общем, мне очень нравится. Заметила, что у меня, скажись, все, поплыла уже подводка. Это потому, что я монтировала, короче, видос. Красота требует жертв. Капец, я там ржала на себя. У меня аж даже потекла. Та самая тушь, которую я вам показывала. Телескопик. Все аж потекло у меня. И теперь вот такие отпечатки. Суббота. Пельмени с индейкой. И с кетчупом. Валера на тренировке. Я тут набиваю пузо. Ой, я не знаю. Эти пельмени, наверное, самые вкусные пельмени в моей жизни, что я пробовала. Вообще пельмени не ем в целом. Я люблю именно вот с индейкой или с курицей. Я ем их не часто. Поэтому сегодня вот такой вот у меня обеденный праздник живота. Так, ребят, закупки нынче вот такие. Короче, сегодня воскресенье. И мы с Валерой съездили в центр города. Моя мама пару часов побыла пока с Витей. Вот. Мы посидели в кафешке и зашли в детский мир. Собственно, за дарами для Виктора Валерьевича. Ну, как оказалось, дары. Ну, мы на зоне потом, да, выгоднее закажем. Ну, все равно вот набрали, короче. Я не рассказывала. Я делилась только, по-моему, в телеграм-канале своем. Да, подписывайтесь, кстати, на телеграм-канал. Я там каждый день. Да, я там рассказывала, что педиатр нам сказала, что, в принципе, можно, видите, давать прикорм уже. И прикорм в виде пюрешек. Пюрешек с кабачком. Вот. Я такую вот заказывала полторы недели. Первый раз дала ему назад, наверное. Может, даже две уже недели назад. Первый раз дала, да. Кабачок. Он, кстати, нормально так ему зашел. Он очень говорливый становится еще в процессе, когда все поедает. И вот, значит, мы с Витей были у педиатра пару дней назад. Ну, то есть, пять месяцев уже, да. И она сказала, продолжайте, продолжайте давать уже новое. То есть, и кабачок продолжайте, и вы можете давать цветную капусту. Вот мы взяли цветную капусту. Также это брокколи. Здесь состав только брокколи. И все, вот написано, видите, из четырех месяцев. И также морковку. А по-моему, помимо морковки, Валера, что-то еще она говорила. Можно уже, нет? Все, да, вот этот пока, да. Вот и морковку, значит. Мы купили каждой баночке по три штуки. И также педиатр сказала, что спустя неделю после приема можно дать ему уже кашу. Каши это гречневая или рисовая. По-моему, еще кукурузную можно. Мы, короче, взяли вот гречневую и рисовую. И она идет безмолочная. Потому что, ну, таким малышам вроде как еще нежелательно именно молоко. Вот, так что взяли. Буду заваривать такую гречневую кашку. Посмотрим, как это очень выглядит. Потому что на ощупь оно, знаете, такое, ну, прям вот порошочек-порошок. То есть это все очень так мелко раздроблено. И, собственно, рисовая. Тоже найдется в четверть месяц. Посмотрим, как видите, зайдут другие вкусы. Помимо кабачка. Потому что с кабачком он уже знаком. Ну, и, да, посмотрю, как, понравится ли ему еще кашка. Короче, интересно будет смотреть на его реакции. Но пока что кормить ложечки мне его нравится. Вот, потому что, да, и он говорливый такой становится в процессе. И часть у него, вот, изо рта, естественно, вываливается. Я ему обратно. Вроде как ему нравится. Но он, короче, не противится. Так что завтра, я думаю, завтра с утра уже можем дать ему цветную капусту или брокколи. А можно брать, например, две вот эти баночки и замешивать между собой. В принципе, у нас там в холодильнике остался еще кабачок. Можно кабачок замесить, допустим, цветной капустой. Вот. И будет такая смесь. Сейчас Валера включает мне ганочки. Смотри, Наташа не играла. Ну, вообще, в принципе, с тобой это не играла. Свитч только вот недавно достал ее из ящика. Чуть вспомнила про нее. Витя спит, как вы еще понимаете? Сейчас. На чем поедешь? На драндулете. Давай, выбирай на конкур. Давай мне драндулет. Targa S4. Ой, нет, вот этот беленький. Что это было? Вот это? М3Е92. Это что так называется? Тачка? Это БМФ. А, это БМВ. А, вот. Ягуар. Господи, тачка, я вообще не разбираюсь. Камаро. Это же из трансформеров. Я не смотрела трансформеров. Я такое не люблю, зачем мне это смотреть. Я сейчас поеду? Да. Давай. Какой-то цвет. Розовый? Малиновый давай мне. Надеюсь, есть какие-то. Можно окрасить. Да, ё-проса-те, Валер. Могично, с розовеньки или фиолетовый. Ё-моё. Давай фиолетовый. О, нежный фиолетовый. Да ладно, какая разница? Едите все равно одинаково. Торга С4. Должна нравиться. Ну все, погнала, давай. Ну пошло дело. Бельно зачесалось. Крылья. Ноздря, ноздря. Все. Следишь за нами. Да, ребят, непривычно. Ну это пока что. Надо бы ловчиться просто. В Марио Карт, конечно, управление по аркадии, не по лептищам. Ну там прям как по маслицу. Хотя, НФСК это тоже по сути аркадный. В Марио Карт там будто бы чуть-чуть тебе кто-то помогает. Вот ты едешь, но будто бы где-то извне имеется помощь. И оно прям как по маслицу скользит. Даже когда тебя вот заносит там на поворот. Все. Даже когда заносит на поворотах. Все равно вот как так сглаженное это все дело. В Марио Карт.